Собранную кучу с самого утра сторожит трактор, ждет, когда приедет грузовик. А тем временем местные дворники только пополняют образовавшийся завал. Жители утверждают, что работники управляющей компании регулярно вывозят мусор. Но и это не спасает двор от грязи. Все равно у нас постоянная грязь здесь. Подумайте, почему? Это из-за того, что может быть мало контейнеров? Ну, понимаете, контейнеры рассчитаны только на эти дома. На наш и вот этот. А валят и эти дома, и отовсюду идут. И вон те, хотя у них есть своя мусорка. Все идут мимо, сюда несут. Поэтому, естественно, на все дома не хватает контейнеров. Мало того, чужие дворники тоже несут сюда свой мусор. Геннадий Михайлович много раз был свидетелем, как уборщик общежития тащил к контейнерам хлам. Я ему даже раз замечание делал. Говорю, что ты валишь тут? Привезет на корыте, вывалит, да и все. Контейнеры регулярно вывозят. Это хорошо, замечаний нет. Ну, а куча, куча, люди всякие бывают. В образовавшейся свалке жильцов винит и тракторист Валерий. Мужчина говорит, что до праздников столько хлама здесь не было. Мы в ту седу приехали, а сам удивился, что такая гора, почему дворник вас поселил, вот так вот кидают. И эти контейнеры еще где-то не вывозились один день. А это не компания виновата, а сами жильцы виноваты. Вот она идет, кинула в кучку и пошла дальше. А контейнер пустой стоит, кидает. И вот сколько я уже 15 лет убираю, и вот такая канитель везде. И это действительно так. На пересечении 8-й ремесленной и арктической неравнодушные амичи в Рождество сняли вот такое видео. Так у нас убирают помойки. Хотя жилищник один и агрегатчик сказали, что это ЖКХ, сказали, что эту помойку демонтировали. Но, как видите, ограждение на месте. Это вот уже с прошлого года такое у нас хорошее. Сейчас не могу показать здесь вечером до 10-15 собак. Все это растаскивается. С 1 января 2019 года в Омской области должна была заработать новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако региональный оператор предоставил все необходимые документы в РЭК только 27 декабря. Рассмотрение официальных бумаг экспертами займет от одного до двух месяцев. Поэтому тариф на мусор до сих пор неизвестен. Ирина высказала сомнение, что в городе когда-то станет чисто. Окна ее квартиры как раз выходят на эту свалку. Сейчас стоят 6 ящиков. Положено 5 ящиков. И все это зависит от количества жильцов. Ну, сами понимаете, да? То есть я заходила в интернет, смотрела. От количества домов и от количества жильцов. То есть получается, как я к этому отношусь, я даже не представляю, честно говоря. Это, знаете, вот к каждому ящику такому выходит. Да, должен еще один ящик быть. То есть если сейчас их 6, у меня здесь 12 что ли будут. Жители сомневаются, что санитарные площадки расположены верно. По какому принципу их размещают именно так, непонятно. В итоге все несут ссор только в одно место. Ксения Бесраб, Максим Баринов, Антенна 7.